Итоги 14-го Рамштайна и другие вопросы военной помощи Украине мы обсудим с Евгением Криштофовичем, директором Центра Европейских Инициатив. Евгений, вот давайте еще раз вернемся к этой фразе, кассетные снаряды это как костыль. Есть такое мнение, я уже его неоднократно слышал, что производство снарядов в Европе для ЗСУ некоторым образом отстает от темпов. То есть производители боеприпасов не успевают за украинской армией. Так ли это и как в этом контексте выглядит поставка в Украину кассетных боеприпасов? Добрый вечер. Ну да, наверное, в это можно поверить, потому что, во-первых, масштабы войны, которая сейчас идет на территории Украины против Агрессии Российской Федерации, они беспрецедентные. Никто к этому не был готов, и поставщики оружия в том числе. Поэтому действительно боеприпасы, их, конечно, скажем так, у НАТО в целом боеприпасы больше, чем у Российской Федерации. Но, тем не менее, их запасы исчерпаемы. И поэтому приходится их тоже считать. Что касается применения кассетной бомб, то здесь еще есть политический вопрос. То есть, несмотря на то, что ни Украина, ни Россия, ни Соединенные Штаты не ратифицировали конвенцию запрещения этого вида вооружения, тем не менее, в Европе, например, существует и очень активно дискутируется в европейской прессе, в первую очередь в немецкой, кстати, вопрос о том, насколько правильно будет поставка этого оружия. Мое персональное мнение, что в нынешней ситуации скорее правильно. Но дело в том, что это влияет на общественное мнение странных членов НАТО, которые считают, что риски, связанные с поставкой этого вида вооружения, перевешивают пользу. И поскольку политики вынуждены на общественное мнение всегда оглядываться, то это, к сожалению, несколько затрудняет вообще вопросы, связанные с помощью Украины. Поэтому дискуссия вокруг этой проблемы, вокруг этических вопросов, ну и вокруг того, что будет дальше, когда война закончится, и когда не разрывавшиеся газетные боеприпасы останутся на территории Украины. Это тоже большая проблема. Евгений, вот свежая статья на Foreign Affairs говорит о том, что основное вооружение и боеприпасы – это только час дела. Несмотря на растущий доступ к передовым западным системам, Украина продолжает сталкиваться с недостатком во многих важных областях, включая средства защиты, техническое обслуживание, логистику, а также западные комплектующие для оружия и транспортных средств. И это даже в каком-то мере немножко снижает эффективность использования тех вооружений, которые нам предоставили наши западные партнеры. И для решения этой проблемы вмешивается целая армия частных лиц и неправительственных организаций. И в этой статье пишется, что как раз вот такая помощь, она очень и очень была бы сейчас актуальной для Украины, учитывая неповоротливость в чем-то бюрократической системы государственной машины. Но вот даже в Соединенных Штатах иногда тормозится этот процесс, и усложняется возможность передачи определенных комплектующих Украины именно от частных организаций и от неправительственных организаций. Как вы думаете, этот вопрос можно как-то инициировать, поднять для того, чтобы не только государственные структуры, вот как вот на Рамштайне мы услышали, да, договариваются страна со странами, а на уровне неправительственных организаций усилить вот возможностью поставок нам всех комплектующих и возможности ремонта тех же конструкций, которые нам поставляют? Я вынужден сказать, что я в этом вопросе не такой хороший специалист, как многие мои коллеги, которые конкретно вооружением занимаются. Это не сфера моих научных интересов, поэтому у меня здесь очень поверхностные знания. Но дело в том, что, на что я, в принципе, могу обратить внимание, на что, наверное, обращают внимание все, кто, в принципе, читает новости, это то, что, к сожалению, как бы цинично это не выглядело, но на самом деле на этом конфликте очень много недобросовестных сторон сейчас тоже пытаются заработать. Тут речь шла и о том, что там Польша с Германией поссорились в какой-то момент на тему того, кто и где будет там танки ремонтировать, и за какой прайс, и какие части, да, то есть когда вдруг выяснилось, что где-то в Польше их будет ремонтировать намного дороже, чем везти обратно в Германию, это несколько подорвало, скажем, готовность немцев к подобного рода соглашениям. Я сейчас не хотел бы никого огульно обвинять и делать далеко идущие выводы о том, что это общая какая-то там польская линия, да, то есть на том, что нашелся какой-то там польский поставщик, который сделал какое-то невыгодное, очевидно, невыгодное предложение, это еще не означает, это еще не подрывает как бы общую польскую готовность к поддержке Украины и поставкам вооружений. Но, тем не менее, к сожалению, вот таких вещей происходит достаточно много, говорят, ну это тоже будни войны, ничего с этим не поделаешь. Вся эта логистика, она очень сложная, потому что вооружение тоже очень достаточно сложное, поэтому имеет много комплектующих, много разных технических нюансов в их обслуживании, поэтому требует очень сложных решений, но вынуждены это все решать. Хотя, ну, результаты Рамштайна, результаты, в общем, и саммита НАТО тоже показали то, что страны-члены НАТО, страны-члены Большой Семерки готовы пойти на беспрецедентные шаги, никогда такого не было, никогда такой помощи никто не оказывал, как сейчас в Вильнюсе и после Вильнюса. Западные партнеры подтвердили свою готовность, поэтому, в общем, мы можем сдержанно, оптимистично смотреть на эти процессы. В свое время, ну, буквально на днях, Марк Милли, глава комитета начальников штабов США, сказал, вот буквально процитирую, что Украина сдерживает значительное количество боевой мощи. Евгений, вот означает ли это, что сейчас на фронте Украина проводит, ну, так бы сказать, грубо говоря, разведку боем, и от этой разведки будет в дальнейшем зависеть содержание программы дальнейших армштайнов? Думаю, что да, потому что такой войны, которая идет сейчас, ее, в принципе, в таком виде никогда не было. То есть она вообще после Второй мировой войны самая масштабная в Европе, уже сравнивала со Севдославским конфликтами какими угодно, и, в общем, по масштабам это все уже несопоставимо, и по длительности. Поэтому это очень сложно с чем-то сравнивать, и очень сложно делать какие-то прогнозы. Одно ясно, почему западные партнеры сейчас настолько активно стали говорить о том, что они готовы поставлять вооружение. Одно ясно, что воля к борьбе украинской армии, украинского народа, она неоспорима. Если год назад по этому поводу у западных партнеров было много сомнений, это все рассматривалось как спор славян промеж собой, или как там это у классика, то сейчас все стало понятно, что корни этого конфликта несколько иные, и в отношении украинского общества и украинской армии, и готовность защищать свою землю, свою свободу своих соотечественников, она не подлежит никакому сомнению. Ни у кого больше не осталось аргументов против, даже у Венгрии, наверное, как бы им не хотелось, может быть, заявить обратно. Поэтому готовность западных партнеров, политическая готовность достаточно большая, но поскольку, опять же, никогда такого не было, то технических вопросов, которые предстоит решать впервые, их, к сожалению, много, и дальше будет много, поэтому к этому надо быть всем готовым и просто запастись терпением. Про ожидание и реальность. Следующая цитата от того же генерала Марка Милли. «Реальная война отличается от войны на бумаге, и сейчас союзники Украины делают все, чтобы в СУ было достаточно вооружения для дальнейшего контрнаступления». Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США и также отметил, что текущий этот этап продвижения украинских военных далеко не провальный, а просто идет медленнее, чем ожидалось. Услышим синхрон. «Я не буду говорить, что будет в будущем, потому что это будет решение Украины относительно того, куда и когда она направит свой резерв. Сейчас в СУ сохраняют свою боевую мощь и медленно, целенаправленно и неуклонно пробиваются сквозь все минные поля». Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США. «Да, и просто же неоднократно уже говорилось о том, что, вот знаете, кто-то наблюдает просто по телевизору или в своей ленте новостей, что происходит, а реальная жизнь, она реальная, она на поле боя, и она стоит жизни реальных людей. И поэтому вот эти все, скажем так, нагнетания, долго, недолго, медленно, быстро, мысль была о том, что она, в частности, может быть, забрасываться, скажем так, и российскими, так называемые, ИПСО, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, как и внутри Украины, знаете, немножечко так, психологические давления у людей. Ну и, конечно же, наших западных партнеров, которые имеют какие-то определенные ожидания, вот мы же вам дали, а где же вот результат? И вот Марк Милли вот на это как раз и делает акцены. Так вот, откуда эта информация? Это долго, медленно? Сколько вообще? Кто вообще определил вот этот вот размер территории, километража? И сколько времени этот километраж нужно взять? Вот вообще можно его определить в реальном бою? Здесь я тоже не эксперт, и я не могу ответить на этот вопрос, но Марка Милли я доверяю в этом смысле, потому что мне кажется, что в отличие от меня, который смотрит новости по телевизору, Марк Милли все-таки получает данные разведки. И члены его совета также. Поэтому здесь я хотел бы процитировать свое соотечество, или я уже теперь ваш соотечество, я не кумерила, которая недавно написала статью, очень хорошую, ответ на высказывание министра обороны Великобритании в Вильнюсе, когда он так в сердцах заявил на твитты Зеленского о том, что мы вам вообще-то не Амазон, да, помните? И вот я не кумерила, очень хорошо сказала, а Украина вам не Netflix. То есть вы не можете заказывать, просто щелкнув пару кнопок на пульте, куда именно сейчас должны продвинуться вооруженные силы Украины, какие населенные пункты они должны захватить, освободить, и каких военных целей достигнуть. Это с дивана, по телевизору невозможно давать реальной воюющей армии подобные советы. И возможно, хотя у нас у всех завышенные ожидания, просто потому что мы надеемся, что как можно быстрее, чтобы эта война закончилась, чтобы прекратились человеческие жертвы, и украинская территория была полностью освобождена. Мы все ждем и очень надеемся на то, что это будет как можно скорее. Тем не менее, ни в коем случае нельзя психологически попадаться на такую удочку, чтобы обвинять вооруженные силы Украины в неэффективности. Они делают максимум, насколько это возможно в нынешней ситуации. И очень здорово, что основная политическая и военная сила в НАТО, Соединенные Штаты Америки, устами своего новой крупнейших специалистов по государственной обороне, это заявляет. Это правильно и нужно для общественного мнения и в Соединенных Штатах, и в других западных странах, и не только западных странах, заявление. Евгений, мы, наверное, уже привыкли к мысли, что Рамштайн – это прежде всего оружие и военная техника. Оружие, боеприпасы и военная техника. Но, очевидно, и это не совсем все, о чем идет речь на заседаниях Рамштайна. Вот накануне данного заседания министр Алексей Резников со своим коллегой Ллойдом Остином говорили об оперативной совместимости Украина-НАТО. Что, по вашему мнению, что означает этот термин? Ну, это обмен разведывательными данными, это и постоянное координирование информации и оперативных планов и многое другое. Сейчас, я думаю, что уровень доверия к Украине как партнеру НАТО, он повысился, значительно повысился. Украинская сторона к этому сотрудничеству готова намного больше. Общественное мнение в странах НАТО, кстати, просто на глазах растет поддержка общественного мнения к вступлению Украины в НАТО. Здесь вообще, по-моему, нет никого уже сомнений в том, что Украина станет членом НАТО после окончания войны практически сразу. Президент Чехии сказал, что на следующий день. Или он даже сказал, что через несколько часов, по-моему. В этом смысле я с ним согласен, скорее всего, так и будет. И вот эта совместимость, это тоже так же важно, как и поставка вооружений, потому что обмен оперативной информацией – это важнейший военный ресурс. Благодарим вас за ваше мнение, Евгений Криштофович, директор Центра европейских инициатив.